На третье место. Женя Карацышкин рассказывал много, как в Энховене. Зачем он, собственно говоря, приезжает в Энховене? Любит эти соревнования, тренироваться там. Тоже часто приезжает. Там вот как раз с этой техникой проблем нет совершенно. Все оборудовано последнему слову. Вот в Барселоне мы видим то же самое. Повторяется. Хотелось бы, чтобы нечто подобное появилось и у нас. В России мы сейчас говорим о Казани, и об Олимпийском, разумеется, в Москве. Бассейнов в России становится все больше, но, разумеется, хочется, чтобы готовы были там не просто плыть по дорожкам с первой по восьмой, но еще и отрабатывать различные фазы преодоления дистанции. В том числе и благодаря научной работе. Ну вот Китаец мы видим как с первых метров, да? Причем, учитывая, как мы знаем, очень хороший финиш в его исполнении, да? Он первые 50 метров уже проходит со значительным таким отрывом. Сопережение графики мирового рекорда, между прочим. 47 соток пока везет, но опять тут все, конечно, решается на финише. У него четвертая дорожка, да? Нулевая у австрийца Давида Брандла. Первая у Сергея Фролова. Да, великолепно, конечно, плывет Китаец. Сейчас посмотри. Очень расслабленный пронос. Длинный мощный грибок, опять же. Да, ноги, я бы не сказал, что очень сильно работает, но они как раз... Да, вот ритм, они не мешают ему плыть. Это тот самый резерв, который позволит ему потом ускориться. Велимир Типстепанович из сборной Сербии по второй. Мэтт Маклин, американец по третий. Пятый Джордан Харрису на Австралии. По шестой знаменитый канадец Райан Кохрин. По седьмой Деван Браун из Южной Африки. Тоже новое имя. Уорд Бауэнс из Бельгии по восьмой. Сейчас в сборной Бельгии очень много королистов. И длинный кроли и короткий. Тоже в почете. И мексиканец Артура Персверти-Феррер по девятой. Ну, понятно, у нас это явный, хотя и старается очень. Да, так вот в развалочку пока плывет Суньян, но при этом и техника, потрясающие движения добавляет. Пока 200 метров. Теперь охотники походят участники. Середняя дистанция. 26 сотых преимущество пытается на Кохрин. Кохрин неоднократно приезжал на чемпионат мира. И, по-моему, даже начиная с Монреали он постоянно выступает. В обойме пробивается в финал. Медали выигрывал. Но вот сейчас рассчитывать на попадание в тройку очень сложно. Конкуренция действительно стала чуть-чуть в другой. Ты знаешь, я вот не знаю, как сейчас любителям плавания, но для профессионалов на глаз эстетического удовольствия на, я уверен, доставляет плавание китайцы сейчас. Посмотри, настолько легко он, да? Длинный грибок. И прямо как скользит в воде, как будто кто-то за веревку его там еще тащат вперед. Как будто лодочка такая, да? Да, и это я подозреваю, как раз вот если взглянуть с нижней камерой, как раз там очень-очень хорошие дела происходят именно под водой. А с высоким локтем хороший захват, кисть по центру идет. Это вот как раз азы грибка, именно подводной части грибка. И при этом плывет с запасом. Чувствуется, что в любой момент нужно прибавить, вот как только будет на то необходимость. И посмотри, еще вот есть такой момент, у него волна отходит практически от ног, да? Посмотри. Вот он сейчас прибавил как раз работе ног, он стал работать не очень. Ну да, даже без этого здесь не такую роль это играет. А вот именно его гидродинамические качества, да? Есть пловцы просто, которые толкают прям воду перед собой. А у него она отходит вот то, то есть он ее сбрасывает, он не тащит с собой вот эту вот снаряженную воду, да, у которой там вес, вес твоего тела приблизительно. Я читал статью, ученые считали. Кохорин наплывает на финиш тоже. 3,44,67. Лучший результат сегодня. Я думаю, да, китайцы явно фаворит здесь. По-моему, вообще нет, не просто нет. А полторашка там, может быть, и другие ребята появятся, но здесь настолько хорошо готов. Вообще, в Китае его не очень любят. Вот те самые китайские журналисты, которым в прошлом году доводилось общаться, они считают, что он излишне занощий, что с ним невозможно сейчас общаться в последнее время, после того, тем более, как он стал чемпионным мира впервые, еще даже до Олимпийских игр. Настолько вот не то, что уверен, самоуверен Сундиан, что это немножко каталкивает от него даже. Ну, не было еще у него таких каких-то пограничных дел, да, скажем, как у Болта, помнишь? Насколько он был самоуверен до того фальстарта, который он сделал на чемпионате мира, по-моему, да? Ну, да. И сейчас, мне кажется, Болт более ответственно к каждому старту подходит. Без пренебрежения к соперникам. Тем не менее, все-таки Сундиан это великий, конечно, пловец. И не будем забывать, что много он готовился в Австралии с австралийским специалистом, бывшим тренером Грэнта Хекетт. Это тоже помогло ему выйти на такой уровень высочайший.